Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архиз24, программа «Здоровье» и я ведущая Бадахова Динара. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Смертность пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год после постановки диагноза снизилась в России с 23% в 2015 году до 18% в 2023 году, заявил главный внештатный онколог России, академик РАН Андрей Каприн. Он отметил, что выявляемость онкологических заболеваний улучшается. Прирост этого показателя по сравнению с 2021 годом составляет 8%. Всего в 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 тысяч человек, причем 60% случаев онкология была обнаружена на первой-второй стадиях. При этом отмечается положительная динамика по такому целевому показателю, как удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет. В 2023 году этот показатель составил 58%, его прирост 1,2%. В федеральном регистре доноров костного мозга долю 25% занимают иностранные граждане. Сотрудничество России с зарубежными странами продолжается, несмотря на сложные ситуации на международной арене, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. В сфере донации костного мозга с ФМБА продолжают работать Германия, Италия, Голландия и Великобритания. В регистре числится сейчас 393 тысяч россиян, но для того, чтобы не зависеть от иностранных доноров, необходимо нарастить эту цифру до 500 тысяч, уточнила Яковлева. МВД сможет получать данные о людях с психическими расстройствами. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому медучреждения по запросу МВД смогут раскрывать сведения, состоявшуюся врачебную тайну, о представляющих опасность пациентам с психическими расстройствами, алкоголизмом или наркоманией. Проект документа подготовлен Минздравом Российской Федерации по просьбе МВД в ноябре 2023 года. Поправки внесены в закон об основах охраны здоровья граждан, о полиции и о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Теперь сотрудники полиции смогут получать медицинские данные о гражданах, которые находятся под административным надзором, на принудительном лечении или освобожденных из мест лишения свободы. Клиники же могут информировать МВД о пациентах с хроническими и затяжными психическими расстройствами, с тяжелыми и частыми обострениями, за которыми установлено диспансерное наблюдение из-за склонности к совершению общественных опасных действий. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции будут участвовать в наблюдении за данной категорией граждан, а также помогать медицинскому персоналу доставлять в клиники людей, уклоняющихся от явки в медицинские учреждения. Ученые Сеченовского университета предложили новые методы оценки толщины подкожно-жировой клетчатки с помощью оптических методов. Они дают более высокую точность, утверждают авторы. Как рассказал один из авторов исследования, измерение толщины подкожно-жировой клетчатки необходимо для ряда биомедицинских задач. Новый оптический метод позволяет измерить поглощающие и рассеивающие свойства биологических тканей. Они требуются для оценки уровня ожирения, мониторинга эффективности программ по снижению веса, оценки физической формы в спортивной медицине и фитнесе, а также при диагностике эндокринных заболеваний. РАК ЛЕГКИХ К факторам риска относятся облучение и вдыхание ядовитых веществ, хронические заболевания легких и генетическая предрасположенность. На ранней стадии рак легкого протекает бессимптомно, а первые признаки болезни не специфичны и не позволяют заподозрить онкологию. Основной способ раннего выявления – это низкодозная компьютерная томография. РАК ЛЕГКИХ Более подробно о методах лечения и профилактике рака легких поговорим сегодня с гостем программы, теракальным хирургом-онкологом высшей категории Алексеем Владимировичем Поповым. Здравствуйте, Алексей Владимирович! Здравствуйте! Говорим о таком опасном заболевании, как рак легких. Расскажите, пожалуйста, какова статистика по России этого опасного заболевания? Рак легких занимает ведущее место как и в заболеваемости, особенно среди мужчин, так и в смертности. Он занимает первое место среди других онкологических заболеваний. Рак легких на протяжении уже многих лет в России умирает около 50 тысяч людей ежегодно. С годами происходит уменьшение заболеваемости, но оно очень медленное. То есть, например, в 2015 году это было около 52 тысяч в год, сейчас это 46 тысяч в год людей заболевает раком легких. Если говорить про такие основные причины, про группы риска, кто находится в группе риска, кто максимально подвержен этому заболеванию? Ну, конечно же, в первую очередь это курящие люди, как активные курильщики, так и пассивные курильщики. Дело в том, что курящий человек заболевает в 40 раз чаще, чем некурящий человек. Поэтому роль курения здесь на первом месте. Кроме этого, большое значение имеют другие факторы, ну, как облучение, также химические вещества, азбест. Эти все факторы, они способствуют заболеванию рака легких. А вот говоря поподробнее про курение, зависит ли это количество выкуримых сигарет в день? Ну, именно вот такой статистики еще не, я думаю, такая статистика, наверное, есть, я не совсем владею, но даже пассивные курильщики, они чаще заболевают раком легких, чем люди, которые находятся вне курения. А если говорить уже про возрастную категорию, кто чаще всего болеет, какая группа людей по возрасту именно? Вот в моей практике чаще всего на приеме находятся люди от 50 до 70 лет и старше. Конечно же, встречаются и молодые люди, но вот эта группа, она гораздо чаще. Также хочется отметить то, что встречаются довольно-таки часто люди, которые и старше 70, 75, 80 лет, в которых мы обнаруживаем это опасное заболевание. А как протекает заболевание в зависимости от возраста? Можно ли сказать, что у молодых оно более прогрессирует, чем у взрослых, чем у более старшего поколения? Да, есть такие данные, что у молодых людей при определенных обстоятельствах это все происходит более агрессивно. А у людей возрастных течение этого заболевания гораздо медленнее. А если говорить о симптомах заболевания, как вообще распознать это заболевание? Какие симптомы имеют на ранних стадиях или не иметь никаких симптомов на ранних? Именно на ранних стадиях практически нет никаких симптомов. В этом и опасность этого заболевания и вообще заболеваний легких. На ранних симптомах, на ранних стадиях можно выявить только используя специальные методы исследования. А уже симптомы, которыми чаще всего обращаются пациенты, это такие, как общая слабость, кашель, особенно кровохарканье. Чаще всего эти симптомы наблюдаются уже в период развития этого заболевания. Говоря вот про ранние стадии заболевания, как выявить это заболевание, какую роль играет диспансеризация в этом вопросе, и какие проводят вообще методы обследования таких пациентов? Ну, еще в советских времен у нас осталась флюорография, метод исследования, которые не гарантируют полного раннего выявления рака легкого. В настоящее время активно обсуждается низкодозовая компьютерная томография. Ей передает большее значение в раннем выявлении рака легкого и лучших результатов. Но хотелось бы отметить то, что лучше делать хотя бы флюорографию, чем не делать ничего. Во время диспансеризации, благодаря тому, что используется и флюорография, и рентгеновское обследование, конечно же, выявляют случаи на ранних стадиях. Скажите, пожалуйста, с какой периодичностью необходимо проводить вот эту флюорографию или рентгеновскую? Рекомендуется раз в год делать флюорографию. В рамках диспансеризации? Да, в рамках диспансеризации. А есть ли какие-то онкомаркеры, благодаря которым человек может сдать кровь и понять, есть ли у него рак легких или же нет? К сожалению, чем опасен рак легких? Тем, что нет таких маркеров, которые гарантировали раннюю диагностику, скрининг этого заболевания. И, по большому счету, часто нам приходится выставлять рак только уже после операции. То есть есть группа заболеваний, округлое образование, которое невозможно верифицировать другим способом, кроме как проведения диагностической операции. Расскажите, пожалуйста, какие это заболевания можно дифференцировать с раком легким? Какие заболевания к ним относятся? Ну, в основном идет дифференцировка, ну, в первую очередь это туберкулез. То, что на флюорографии тоже, да? То, что на флюорографии, да, то, что на флюорографии можно выявить. Следующее – это доброкачественные заболевания, такие как гомортомы, липомы. Кроме этого, необходимо дифференцировать с заболеваниями воспалительными, то есть банальной пневмонии, маронхиты, грибковые заболевания, аспергиломы. То есть это вот те заболевания, которые наиболее часто встречаются. То есть они, в принципе, выглядят одинаково, да? Это как какой-то патологический очаг? Да, да, совершенно верно. Как патологический очаг, как инфильтраты, как просто округлое образование. Кроме этого, есть и другие заболевания, такие как саркоидоз, которые тоже очень тяжело отдифференцировать без гистологической верификации. Только после операционной, да? Да, необходимо выполнить диагностическую операцию, и тогда можно выставить правильный диагноз. У нас в нашем онкологическом диспансере проводятся такие операции? Да, в нашем диспансере мы активно используем таракоскопию, благодаря чему делается малоинвазивная операция, гернестическая таракоскопия, что позволяет нам производить диагностику между онкологическими заболеваниями, а также другими, то есть туберкулезом, саркоидозом, воспалительными заболеваниями. У нас это активно. Благодаря тому, что у нас есть в диспансере таракоскопическая стойка, мы можем выполнить эти операции, мы активно их выполняем, у нас регулярно выполняются эти операции. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, нам поподробнее по стадии рака легких. Самый лучший результат, конечно, в начальных стадиях, это в первых стадиях. Но дело в том, что в этой стадии практически нет клинических проявлений. В этом сложность и коварство этого заболевания. Поэтому очень важно, чтобы люди регулярно обследовались, следили за своим здоровьем, и тогда можно выявить заболевание на ранней стадии и произвести эффективное лечение. Вторая и третья стадии – это те стадии, которые часто встречаются, они лечатся совместно с химиотерапевтами, и тоже получаются хорошие результаты. Четвертая стадия – она тяжело лечится, и в большей степени благодаря активному внедрению в химиотерапии проводится лечение, способствующее продлеванию жизни пациентов, улучшению качества жизни пациентов. Благодаря успехам в онкологии, в химиотерапии в настоящий момент произошел значительный прогресс лечения этих пациентов, и достигаются очень хорошие результаты. Поэтому рак лёгких – это не приговор, и даже в распространённых стадиях достигается получить очень хорошие результаты. Продолжая тему про лечение, какие современные методы лечения используются в нашем элкодиспансере? Что касается рака лёгких, как и во всей стране, ведущим методом лечения является хирургический. То есть в первую очередь это хирургическое лечение. В нашем диспансере мы проводим операции как торакоскопические, то есть торакоскопические лобэктомии с лимфодисекцией, так и открытые операции. Это при более распространённых стадиях делаем открытые операции лобэктомии, пневмонэктомии. То есть либо доля удаляется, либо всё лёгкое, да? Да, совершенно верно. Минимальный объём при онкологии – это доля. А медикаментозные методы лечения какие применяются? Медикаментозные лечения обязательно используются как следующий этап лечения или предоперационной подготовки может использоваться. У нас в диспансере имеются как химиотерапевтические препараты, так и иммунопрепараты, и таргетные препараты. Благодаря их использованию достигаются очень хорошие результаты. И онкология за последнее время, она очень сильно изменяется, развивается. И химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия, она показала очень хорошо себя в лечении этих пациентов. И мы видим очень хорошие результаты. Даже в четвёртой стадии мы видим регресс этого заболевания или стабилизацию на длительное время. Любое онкологическое заболевание имеет свойство метастазировать. Особенно если, например, четвёртая стадия, да это уже, насколько я знаю, отдалённые метастазы. Что чаще всего поражает рак лёгкий? Какие органы и системы организма? Ну, в первую очередь, это головной мозг, кости. Главный мозг и кости. То есть и при четвёртой степени есть шанс на то, что это заболевание можно победить? Да, я ещё раз, может быть, повторюсь, именно благодаря иммунотерапии, таргетной терапии, химиотерапии. Возможно достичь стабилизации процесса. И даже регресс этого заболевания есть очень хорошие результаты. Также и лучевая терапия тоже очень эффективно используется. Стереотоксическая лучевая терапия. Скажите, пожалуйста, а осложнения какие могут быть послеоперационные? Ну, послеоперационных... Как страдает качество жизни пациента? И если именно говорим мы об осложнениях, то осложнения могут быть различные. И пиема плевры, и плевриты. Ну, в принципе, все эти осложнения, они лечатся. Вот, слава богу, у нас этих осложнений практически нет. Вот. Что касается о качестве жизни больных после операции, то, в принципе, компенсация их происходит в течение месяца, шести месяцев. И они практически компенсированы. То есть у них нет такой дыхательной недостаточности. Если послеоперационный пришел, период нормальный, и не было тяжелых сопутствующих заболеваний. И, в принципе, эти больные компенсируются очень хорошо. А нуждается ли они в какой-то дополнительной реабилитации таких пациентов? Ну, что касается санатурно-курортного лечения, то онкологически больных нет. Что касается в общем рекомендации, ну, это ведение здорового образа жизни. Скажите, пожалуйста, теперь такой самый, наверное, главный вопрос, как не допустить рак легких? Ну, на этот вопрос, уверенно, мне кажется, очень сложно сказать. Ну, в первую очередь, это отказ от курения. Это в первую очередь. Дело в том, что раньше, наверное, до Первой мировой войны, именно рак легких, есть такая информация, это было редким очень заболеванием. Тогда и курение не было распространено. Но после Первой мировой войны, когда солдаты и население стало активно курить, а также использование химического оружия, после этого периода наблюдается всплеск рака легкого. И этот всплеск наблюдается где-то, наверное, до 2000-х годов. Затем в некоторых странах началась активная борьба с курением. Конечно же, результаты этой борьбы, они будут видны не сразу, но они проявляются. И даже на примере нашей страны, например, если сравнить период с 2000-го по 2024-й, то мы можем увидеть количество рака легкого снижается. То есть, как уже говорил, раньше это было 55 тысяч в год, сейчас это 46-44 тысячи. То есть, мы наблюдаем снижение заболеваемости. Но это не говорит о том, конечно же, то, что мы победили, ни в коем случае. То есть, самое главное, это отказ от курения, да? Это в первую очередь. Также ведение здорового образа жизни, активно заниматься физическими нагрузками, там 20 минут в день, вести здоровое питание, овощи, фрукты. Ни в коем случае не нужно кидаться в крайности, отказываться, например, от мяса. Мясо надо уменьшать, но, тем не менее, это очень важный продукт. Также снижение канцерогенных факторов. Это и вредное производство. Скажите, пожалуйста, вот пациенты, которые уже, скажем так, проличные, они у вас состоят на учете в онкодиспансерии. С какой периодичностью они должны наблюдаться у онколога? Они находятся под наблюдением. Первые три года происходит их контрольное обследование раз в три месяца. Они должны выполнять компьютерную томографию, УЗИ, брюшной полости, забрюшинного пространства, периферических лимфоузлов. Через три года они уже делают обследование раз в шесть месяцев. И уже через шесть лет они делают обследование раз в год. Тот же самый перечень, да? Это КТ и УЗИ? Ну да, это основные методы исследования. Кроме этого, они должны раз в год делать МРТ головного мозга, остеосинтеграфию. Это с целью исключения метастазирования? Да, чтобы вовремя заметить прогрессирование заболевания. А, допустим, заболевание прогрессирует, то какие методы лечения уже используются после операции и после проведения уже ранней химиотерапии? Ну, все лечение, оно контролируется консультативным бюро. В зависимости от проявлений может меняться и тактика лечения. То есть это может быть и оперативное вмешательство, если это единичное. Да, там еще нужно посмотреть, какой произошел процесс. Дело в том, что есть еще такое понятие первичное множественное заболевание. То есть может быть в одном легком один рак легкого, а в другом другой, даже гистологическая структура разная. То есть такое тоже встречается. Поэтому в зависимости от той ситуации, которая будет выявлена, принимается именно индивидуальный подход лечения на консультативном бюро. То есть пациенты с раком легких могут получить полное лечение у нас в республике? Да, у нас в республике получается весь спектр лечения согласно клиническим рекомендациям больные получают. Спасибо вам большое, Алексей Владимирович, за информацию и за ваши рекомендации нашим телезрителям. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задавать свои вопросы специалистам Минздрава Республики, врачам-фельдшерам и всем тем, кто был гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес вы видите на своих экранах. Звоните, пишите. Мы постараемся найти ответы на волнующие вас вопросы. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова